И о том, что цена должна быть сейчас по факту на 17 сомов дороже, да, стоимость ГСМ, чем есть на самом деле? На 17, по дизелю на 12, по бензину на 7,5, да? По дизелю на 12? И 4, по бензину 7,3. По бензину 7,3, да? Да. Так, и с чем связано удержание цен? Это сами поставщики? Сами... Трейдеры. Расскажите, пожалуйста. Трейдеры, да, они держат цену за счет того, что у них что-то есть еще, но остатков очень мало, и это долго не может продолжаться. И потом пойдет уже рост цен, да, мы это все время говорим. Что-то правительство, никто не хочет это слушать, да? А когда остатки могут закончиться, сколько сейчас есть у трейдеров? Ну, вот смотрите, у некоторых компаний на 20 дней, у некоторых компаний 2 недели там, да? Как раньше уже больших объемов Россия не отпускает, и там месяцами, полтора-двух месяцев таких запасов уже никого нету. Больших объемов не отпускают последние уже месяцы, да? А есть какая-то вот суммарная цифра по поводу, сколько остатков, в общем, есть в Кыргызстане? Суммарная цифра нету, потому что у нас пленов ассоциации не все же в компании входят. Так. Понимаете, мы за свои компании говорим, у нас меньше месяца, да, но 20 дней там вот так, да, а по остальным я даже не знаю, что как будет там. Есть ли какая-то цифра по закрытым заправкам по стране и по Бишкеку? Нет, каждый день меняется, да, например, каждый день меняется эта цифра, потому что кто-то сегодня стоял, он где-то нашел объем и заправил, подвезли, и они начинают работать, да? Каждый день она меняется, но я надо уточнять это все, сразу так сейчас скажу, и может, ему неправильно получился, нет? А есть такая еще информация по поводу, когда примерно ожидается вот это повышение, то есть через две недели, когда закончатся у них старые запасы, или через месяц, то есть когда ожидает нам очередное повышение? Держим объемы, пока есть объемы, держим, да, а потом в любой момент может идти вверх, да, и все на этом. То есть, а вот это вот ваше предложение возить по нулевым ставкам рассматривается в правительстве или нет, или вообще они даже не обсуждали это? Как бы рассматривается, но по линии ответа ничего нету пока, да, вот в чем дело, да? Печальная ситуация, да, получается? Так, а у нас, можете напомнить цифру объема поставок из России, сколько у нас лимиты? А вот это было обсуждение, правительство говорило о том, что поставки ГСМ из Туркменистана есть на юге. Это как-то влияет на юге. ГСМ из Туркменистана пробную партию какая-то фирма завела, но больше у меня нет даже, это пробная была, чтобы проверить, как и тут нормально, нет, и все на этом. А вот это ограничение сейчас от него отказались или на по-прежнему, если вот, который мы на прошлой неделе с вами обсуждали? Про какого-то ограничения? Ну вот это ограничение на розлив, то есть полный бак заливают, дополнительные емкости нет? Нет, полный бак так и стоит, так и стоит. А в дополнительной емкости уже не заливают, да? Нет, не заливают. Это все такое решение приняли или выборочные только поставщики? Нет, это по нашим компаниям. А какие ваши компании, просто чтобы узнать? Крупные Газпром, Бескет Петролиум, Партнер НЕФК, они вот это. А вот, например, в Чуи там есть какие-то другие компании, например, мелкие, да, а они? Там ограничения у них разные, да, там ты часом делают, там еще что-то. Наши компании так не делают, вот и все.